Здравствуйте, информационный вечер на репортере продолжается. Меня зовут Григорий Блайдо. Мы в прямом эфире. Очередной виток украинско-польских противоречий. 26 января польский сейм принял закон о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии, так звучит формулировка, за отрицание таких преступлений теперь предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Позже в Министерстве иностранных дел Польши объяснили, что новый закон касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные, как трактует закон польский, коллаборационистами нацистского режима. Сегодня это главная тема нашей программы, ну и ответ Украинского института национальной памяти и различные другие заявления Владимира Ветровича и чиновников украинских и общественных деятелей. Усиливается ли в Украине националистическая риторика, на ваш взгляд, да либо нет. В конце программы подведем традиционный итог интерактивного опроса. Так я озвучил по сути формулировки принятого сеймом Польши решения. Значит ли это, что Польша, по сути, перешла от антибандеровской риторики к антибандеровским решениям? Михаил, как ты считаешь? Добрый вечер. Я думаю, что на самом деле здесь есть несколько факторов. Мы не можем отрицать фактор внутренней польской политики, это объедет борьба за власть, достаточно серьезная, поэтому определенные польские политические силы могут это использовать. Но нужно учитывать, что для поляков вторая мировая война это очень болезненная часть истории. Мы прекрасно помним, что началась именно прежде всего вторая мировая война с нападением нацистской Германии на Польшу, поэтому для них быть в числе победителей это абсолютно нормальная национальная идея. И любые политические силы, которые каким-то образом пытаются, как сейчас можно говорить, глагарифицировать сотрудничество с нацистами, для них неприемлемо. Мы знаем, что определенной частью украинского националистического подполья во Второй мировой войне было сотрудничество с нацистами, об этом говорят множество фактов, которые есть и в Польше. А потом это сотрудничество каким-то образом менялось или прекращалось, поэтому с точки зрения, скажем так, позиции Нюрнбергского процесса, Нюрнбергского трибунала, тут вполне разумное признание того, что они могут требовать на своей территории. На других территориях это достаточно сложный вопрос, мы знаем, как воспринимаются сложно такие вещи, скажем так, в другой стране, но я думаю, что во многом этот процесс начал наш печально известный руководитель Института национальной памяти, который совсем недавно заявил, что он возражает против выступления одного из польских руководителей о том, что на территорию Польши в форме СС не будет никому доступа. Поэтому здесь процесс пошел взаимный, обвинения пошли накручиваться, но я думаю, что прежде всего здесь стоит думать о том, как взаимно снять эти обвинения и прийти к нормальному пониманию, опять же, с учетом прежде всего главной позиции, итоги второй мировой войны, кто есть победитель, кто есть побежденный и так далее. Тодор Пановский, представитель самообороны. Тодор, вот в течение последних нескольких лет после победы Майдана в Украине раскручивался тренд. Польша – это главный адвокат Украины в Евросоюзе, поскольку мы все-таки на Майдане отстаивали европейские ценности и именно на польскую позицию в Евросоюзе мы полагались. Теперь смотрите, получается так, что Польша один за другим принимает решения. С трибуны польского сейма звучат антибандеровские и критические в отношении Украины заявления. Принимаются, может быть, даже антиукраинские решения. Говорит ли это о том, что все-таки национализм настолько укрепился в Европе и в Украине, в том числе, что он препятствует Украине на пути к европейской интеграции? Доброго вечера. Передусім, это говорит про то, что Украина на сегодняшний день стає досить помітною державою, как в Европе, так и в мире. И, соответственно, начинаются уже процессы о блокировании нашего развития, нашего влияния в мире. Сегодня мы уже имеем чинно-найпотужнейшую армию в Европе, которая четыре года и поддерживает московскую агрессию, армию. И это все помещают, все это понимают. И понимают, что у нас есть все предумовы для развития. И начались элементарные процессы дистанцирования и пригнижения нашего потенциала. Смотрите, вот сейчас вы говорите, что Украина становится мощнее, заметнее на политическом олимпе. Но вот именно в таком свете воспринимают Россию, в принципе, в мире. Она заметна, она может быть в чем-то, по мнению ряда международных обозревателей, политиков, она неадекватна и так далее и тому подобное. По сути, Украина становится тем же изгоем по отношению к соседям, коим становится во многом и Россия. Ну, не есть ли это плохо? Відповідаю. Справа в том, что Россия, как раз вона два роки еще тому назад претендувала информационно на какие-то такие тези, которые вы озвучили. А сегодня уже это держава минулого. Уже все розглядают ее як щось таке, что уже разлагается на тлі историческом. А Украина, как раз, это та держава, которая, что не единая четыре года, которая стримает российскую агрессию. Мало того, еще и повертает территорию. Хай потроху, но системно повертает. Мы сегодня получаем такие рейтинги и авторитет. И уже сегодня, еще раз повторю, европейские страны, и не только Польша, вы же забыли про Угорщину сказать, и про Румунию, и про другие. Мы сегодня уже начнем впливать на процессы в Европе. Наталья Эртнова у нас в студии. Руководитель, директор Одессы «Джесвест» и общественные идеи. Наталья, как вы считаете, насколько справедливы? Я бы не сказала, что мы становимся изгоем. Скорее нет, все-таки, да. Скорее они даже тоже где-то начали чувствовать какую-то нашу, не то чтобы наша сила, это такое громко сказано. И я еще, знаете, с чем не согласна, что они рассматривают Россию как распадающуюся державу? Отнюдь нет. Очень многие настроения, я сейчас поездила последние полгода по Европе, они именно как к стране, которая везет агрессивную политику, но достаточно мощный, сильный противник, скажем так. Ядерная держава. Ядерная держава. Это незапасность. То, что рассказ о России как распадающейся державе несколько преувеличен. Давайте ямельемся к Украине. К Украине. Как это может токнуться для Украины принятие нашим ближайшим соседам, партнерам? По желанию, стране, которая единственная могла бы продвигать Украину в Европе, и она это отказывается делать, принимать эти законы. Ничего хорошего, потому что даже ситуация и с Венгрией, она такая настораживающая. Очень много живущих людей, которые живут в Западной Украине, они сейчас столкнулись с этим, друзья ездили, что они мечтают себя увидеть в составе Венгерской республики, например. А с Польшей? Я не думаю, что у нас Польша и Украина испортят настолько отношения, даже если примут этот закон, что мы испортим уже так совсем отношения, все равно будут отношения экономические, все равно будут политические. Врагами мы не будем, врагами не будем, но к нам, я здесь могу согласиться с Тодором, что все-таки с Украиной придется считаться и никуда от этого не денешься. Владимир Ветрович, руководитель Украинского института национальной памяти, заявил, что закон о так называемой запрете пропаганды бандеровской идеологии в Польше, он распространяется не только на территорию самой страны. Теоретически за прославление украинских националистов польская прокуратура может возбудить уголовное дело против граждан других государств, в том числе и украинцев, и затем отправить запрос Киеву на экстрадицию подозреваемых. Вот насколько возможен такой вариант и вообще как Украина может в юридическом поле реагировать на вот подобные запросы, если они будут происходить? Я думаю, что здесь прежде всего нужно учитывать, что закон еще не приедет до конца, в нем может быть различные инновации, поляки сами понимают, где они выходят за пределы своей юрисдикции и будут ограничивать. Главный вопрос здесь в другом, что во многом корень всех проблем это то, что господин Ветрович пытает выстроить в Украине государственную диалогию, что прямо запрещено Конституцией. Мы об этом прекрасно видим, то, что он делает. Плюс к этому во многом именно его стараниями возникли те проблемы в отношениях с Польшей, с Венрией, потому что история сложная вещь. Мы прекрасно понимаем, что в отношениях польского и украинского народов было очень много различных ситуаций. Поляки воспринимают так называемую хмельничную по-другому, мы воспринимаем это как первую освободительную борьбу. У них есть волынь, у нас есть свой взгляд на эту ситуацию. Есть много вещей, которые нас сближают, потому что, скажем так, даже в Одессе было очень мощное польское культурное влияние, допустим, во время Царской империи. И это даже географически закреплено во многих улицах. Но, с другой стороны, есть много то, что противоречит. Так вот, сам Ветрович является одним из катализаторов этого процесса, потому что, в общем-то, он перестал играть роль ученого. Он никогда не был добросовестным ученым. Он стал политиком, который выполняет определенную функцию, навязывает обществу определенную идеологию, что прямо запрещено Конституцией. Один из комментариев в Фейсбуке. Ветрович — это тест на терпение граждан Украины. На ваш взгляд, фигура господина Ветровича, насколько она отвечает чаянием украинского народа? Действительно, представляет государственный институт, представляет мнение большинства украинского населения? Ветрович — это пример того, как сегодня формуется в общественной стране точка зрения процессов деколонизации, которые происходят сегодня. В кого-то она больше гучно, яскраво выражается, в кого-то радикально, в кого-то помирно, больше интеллектуально. Это все процессы государственного создания. Мы на сегодняшний день освобождаемся от этого ярма, закрепачивания московского, от этой дискриминации. И это цена, которую мы платим. Такие непрозумение, такие коллапсы, какие-то моменты. Не проще ли в данном случае договариваться Украине, подключить дипломатические рычаги к решению таких проблем, которые возникают в отношениях между Украиной и Польшей, Украиной и Венгрией, Украиной и Румынией, допустим, нежели продолжать усиливать националистическую риторику, которую проводит господин Ветрович, и просто найти общий язык с нашими соседями, для того, чтобы нам было проще общаться с Старым Светом, с Европейским Союзом. Есть один нюанс, понимаете? Сколько поляков, таких, которые, допустим, недавно переезжали в Украину, в Украине? Ну, мало. И сколько украинцев в той самой Польши и в других странах, они реально боятся того, что там начнутся процессы, я еще раз скажу, они перестраховываются. Зараз, гипотетично, допустим, Россия разваливается, мы начинаем повертать территорию, мы стаем реально могутной страной, а там наших украинцев в той самой Польши мільйоны, которые тоже на этом, понимаете, сейчас говорят, эгей, Украина, они боятся, они страхуются, они начинают выгадывать разные технологии, политично-информационные, психологические, для того, чтобы, понимаете, остановить этот развиток национальной украинской идеи, которая реально может пошириться и на той территории, где наших громадян, украиномовных, очень много. Это очень гипотетически, потому что мне сложно представить, что при нашем поколении, при вашем поколении, при моем поколении Россия развалится, и начнутся те процессы, которые не только возврат территории, а и возврат территории, которые когда-то принадлежали. Я больше скажу, санкции, которые против России щороку, зверните увагу, сближаются, а не зменшаются, говорят про то, что они идут до развала. Я хотел бы маленькое замечание. Я в том, что, с одной стороны, польское общество в плане истории очень монолитно. Знаете, как у нас говорят, поляки клятые. Что касается истории, они готовы стоять за свое. И плюс к этому нужно учитывать, что во многом эта проблема связана с тем, что вся внешняя политика у нас в Украине частично для внутреннего употребления. В том числе и культурная политика, в том числе и по языкам. Боясь потерять влияние на крайне радикальный националистический электорат, политики, министры, такие как Ветрович, вынуждены идти на такую риторику, которая неизбежно обостряет отношения с соседями. А почему они боятся потерять крайне радикальный националистический электорат? Потому что они опираются, прежде всего, на этот электорат. Но не проще ли заслужить симпатию электората Одессы, Николаева, Харькова? Почему бы не работать на этот электорат? Ну подождите, идеология, в которой мы сейчас формируемся, страна, она же как бы достаточно... Она исключает мнение регионов, которые... Смотрите, мы видим буквально с Нового года идет уже месяц кампания, дикая в цивилизованной стране, никак не пресекаемая по уничтожению православия в Украине. Мы это видим, вот эти все куклы, истории и так далее, понимаете? Вы имеете в виду московского? Да, у нас нет официально, у нас есть только... Каноническая православная церковь? Каноническая православная церковь, да, да. И я вам просто приведу еще один пример. Любой священник вам скажет, что в храме Христа Спасителя в Иерусалиме не может служить священник Киевского патриархата, потому что его там нигде не признают, а только обязательно каноническая православная церковь. Ну это как бы второй вопрос. Вопрос-то внутриполитический. Мы все стоим на пороге выборов, больших выборов, парламентских, президентских в ближайшие два года. Соответственно, каждый политик определенной правности мобилизирует свой электорат. Новинский мобилизирует свой электорат, к примеру, на теме православия и так далее. Право-радикалы собирают свой электорат, поэтому они соревнуются, кто жестче выступит, кто жестче даст ответ. При этом та же Польша, та же Венрия, которые поднимаются в Европе, их вес становится все больше на фоне ослабления, скажем, традиционных центров, тоже Германия и Франции, со своими проблемами, которые уходят. Поляки чувствуют, что они готовы взять за себя ответ, для себя ответственность, скажем так, за Восточную и Центральную Европу во многом. Они новые центры силы. Мало того, в стране действительно есть некое моральное, политическое единение. Не стоит прислушиваться к этому центру силы, хотя бы понаблюдать, что происходит у них, и соответствующим образом реагировать. Единственное нюансы... Его мы не хотим ни в коем случае... Исторически поляки воспринимают Украину как младшего брата, понимаете? Поэтому отсюда есть многие взаимоотношения. Есть нюансы, которые мы помним, со временем еще Великого княжества Литовского, со временем Речи Посполитой, если бы Украина стала частью полноправной Речи Посполитой, многие бы проблемы пришли, удалось бы избежать. Так как этого не произошло, было вторичное отношение, вы вторичные, отсюда и проблемы. Давайте перейдем к, скажем так, более осязаемым, практичным заявлениям господина Ветровича. Он назвал изысканными щупальцами русского мира творчество таких музыкантов, как Виктор Цой, Владимир Высоцкий, певица Аллы Пугачева и писателя Михаила Булгакова. Если с Пугачевой там все, в принципе, однозначно, да, она явно поддерживает действующую российскую власть, то ни Цоя, ни Высоцкого, ни Булгакова нет живых, и почему-то они при этом являются частью, по мнению Ветровича, вот той, может быть, пропагандистской единицы русский мир, которая была, в общем-то, создана несколько лет назад. Это корректно? Ну, я бы сказала, что можно разделять российскую агрессию, да, российскую идеологию, которую проводит сейчас эта страна, русскую культуру, которая является частью мировой культуры, и гуманитарной ценности русскоязычного населения, которые, скажем так, выразили на Булгакове, то даже, знаете, в этот список можно попадать в очень массу людей, массу композиторов. Кстати, по поводу композиторов я уже слышала, по поводу Чайковска я уже слышала эту, вот примерно то же самое, почему наши оркестры играют русскую, в большинстве своем российскую музыку, русскую музыку, русскую, Чайковский, Мусоргский, Ленский-Корсаков, вот, поэтому я считаю, что эти заявления, они не то, что некорректны, они просто на самом деле опасны, и раскалывает общество, и так у нас очень нестабильная ситуация в обществе. Под это люди начинают подкладывать, а говорят, он не то имел в виду, он то имел в виду, а то он не имел в виду. Ну, послушайте, целое поколение выросло на песнях Высоцкого. Мы что сейчас должны внушить этому поколению, что если вы слушаете Высоцкого, то это уже до смешного доходит, до маразма. Тодор, действительно ли опасно слушать Высоцкого и Цоя? Сейчас в Украине? Ну, опасно, в смысле, зразиться русским миром, как пишет Итоги. Как там россияни кажут, в любви, как на войне, все способи хороши, да, там, что-то типа этого, да? Вот, это, как ты говоришь, у нас война, у нас война, самосправда, с Россией, а мы знаем, что Россия, вона Кремль, кремльский модель влади в разные эпохи использует разные методы и разные засоби поневоления, захопления и колонизации. И культура – это один из элементов этих колонизационных процессов. Это прекрасные виконавцы, прекрасные творческие личности, но, перепрошу, колонизационной культуры, тей, которая, понимаете, сколько украиномовных, высоцких, булгаковых и цоев просто-напросто не реализовали себя самым через то, что московская культура заполонила наш простор и сведомость нашего народа. Мы втрачаем из всего. На жаль. Я бы хотел сказать, что невозможно заразиться русским миром. Мы сейчас говорим на русском языке, мы уже часть определенного культурного русского мира в Украине. И русский мир в Украине в культурном смысле это и есть часть нашей большой многонациональной украинской культуры. Это первое. Во-вторых, не дело государственного чиновника Ветровича определять, кому что слушать. Это не его прерогатива. Это выходит за рамки полномочий. Я говорю, что всю историю с Ветровичем можно закрыть только одним способом. уволить его и изменить полномочия этого института. Я вам расскажу одну историю. Когда я был редактором Одесского Вестника, я уже сталкивался первый раз перед 9 мая с пониманием Ветровича истории. Когда есть очень простая схема. Институт национальной памяти рассылает вице-премьеру свои предложения. За его подпись рассылается по обл. госадминистрации. Оттуда по мэриям городов и администрациям уже по области. И там эти рекомендации становятся обязательными к исполнению. Чиновник так устроен, что если сказано, что мы не должны праздновать 9 мая, а должны праздновать 8 мая, то так и происходит. Отсюда появляются тысячи вещей, которые в результате становятся господствующей официальной идеологией, которой у нас в Украине нет и не может быть. Потому что тоталитарь... Возвращаемся к тому самому совоку, к которому мы хотим все время уйти. Потому что то был имперский совок, а это получается в исполнении Ветровича примитивный... Примитивная шароварщина. Шароварщина. Ведь на самом деле вопрос не в том, хорошо или плохо, вопрос в качестве культуры. Я хочу даже сказать, мы с этим столкнулись в 90-е даже годы. Вот мне Юрий Кузнецов рассказывал, что когда распался Советский Союз, он был там известным джазовым музыкантом, ведущим Советского Союза, то Украина, идеология Министерства культуры, чиновников, была такая... Джаз? Это же не наша музыка. Как не трэба. Как не трэба. Ты играешь в джаз, а завтра музыку продаж. Это было в Совке в советское время, и мы к нам уже столкнулись. Это сейчас, слава богу, это уже все нет, но это ведь не так давно все было. Поэтому... Дело в том, что на рынке, в экономической теории спрос рождает предложение. Точно так же и в культуре. То есть слушают то, что необходимо. И, соответственно, и развивается то, что слушают. Если ты запретишь Высоцкого, Цоя и массу других российских исполнителей, значит ли это, что их не будут слушать? Значит, не будут ли их слушать потому, что их запрещают, как это было? Помните, в Советском Союзе, кто еще застал? Я все же думаю, что их не запретят слушать. Ну, я не понимаю, что запретят. То есть не будут рекомендовать. В советское время тоже не запрещали, но они звучали из окон. Убрать в школьных программах там не будут изучать, я думаю, что Пушкина. Ну, вот я думаю, такие рекомендации будут. Кстати, Булгак, а почему нам не сделать щупальцами украинского мира того же Булгакова, если он шел в Киеве? Я очень приведу простой пример. Во многом телерадиокомпании украинские, это наш бизнес, это наши как бы возможности, в том числе и бизнесовые, и культурные, и творческие, очень потеряли много, потому что ввели определенные квоты, ограничения. Свой продукт создавать еще не могут, для этого нужно время и деньги. И поэтому я считаю, что ситуация, вообще не делай Ветровича, что-то нам рекомендовать. Ты занимайся историей, и тут мы спросим с тебя. Вот с квотированием я бы не согласился с вами, потому что тогда никогда свой продукт не создастся. Но есть еще одна. Невозможно было пробиться своему продукту. Сейчас мы видим, к сожалению, худший вариант Верки Сердючки, как бы заполнил место, понимаете. Ну, почему же нет? Ну, просто нет. Возникают украинские проекты. Есть еще тысячи вопросов, по институту Ветровича. Почему он вообще... Квотирование в Европе очень даже используется, в той же Франции. Это как раз нормальная ситуация, все-таки. Но тут бы не скатиться к уровню цензуры. То есть, я это вижу по Одессе. Перестали возить российские спектакли, которые, кстати, плохого качества. Очень просто. начали свои делать, и люди начали ходить на своих. Это нормально. Человек ставит интернет себе тюнер, да, и смотрит любые каналы без всяких проблем. Ну, никакие плохие спектакли российские, которые сюда на три призу возили, на них ходили, ты их по интернету никто смотреть не будет. Нам иногда привозили, мы шли на имена, а смотреть это было невозможно. Поэтому с квотированием тут такое, я бы поспорила. Надо создавать свой продукт, надо поддерживать своих музыкантов, свое кино. Происходит еще одна вещь. Из-за этих ограничений, притом чаще всего незаконных, как вот, допустим, мы не пустим Лободу в Одессу, потому что она где-то там выступала, да? Получается, что многие талантливые музыканты, актеры просто уезжают, и мы их теряем, потому что здесь у них ограничения, здесь им срывают концерты. Мы потеряем Лободу, мы немного потеряем. Я не говорю, очень многие уезжают. Дозвольте. Они уезжают не от того, разумеется. Рынок другой. Они уезжают не от того, не поэтому. Доповнюю трошечки ваш диалог. Что касается творческих творческих, то мы должны понимать, что сегодня людская цивилизация пошла дещо вперед, и сегодня это уже не просто творческие особисты, там, виконавцы, а это уже инструментарий, через которые рупорами Кремля, того же самого, которые елементами пропаганди уже на сегодняшний день ворожей культуры. Если вчера это была нам спорядная культура, сегодня не забываем про то, что это ворожая культура, через которую нам в мозг вливают постельную ворожую информацию, которая несприятлива для развития нашей государственности. И про это тоже надо помню. Сегодня все эти политоинформационные технологии пошли достаточно вперед, и через эти элементы, засоби шоу-бизнеса. Россия очень тратит огромное количество денег. Я уже говорю про... Формуют сведомость, и про это надо помятать. Нам сьогодні створить такие умовы для нашего общества, чтобы они были защищены от этого втручания и от этого вплива. Потому что иначе мы втратим еще больше территории и еще больше людей. хотели нам помогали. Не просто защищали, а помогали развитию своей культуры. Чего не происходит практически. Давайте дадим возможность нашему телезрителю высказаться. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Вера Одесситка. Я хотела просто сказать, что вот эти вот все люди, которые у нас в нашем многонациональном городе ко всем всегда доброму в нашей дорогой Одессе пропагандируют вот эту вот узконационалистическую идеологию, они работают как раз на тот самый Кремль, извините. Достаточно посмотреть, как у нас с каждым годом все больше и больше людей идут к памятнику неизвестному матросу на 9 мая. Раньше так люди не ходили. Чем больше пытаются отнять, тем больше люди пытаются за это держаться. Спасибо вам за ваше мнение. Запретный плод сладок. Я бы единственное, что уточнил, люди, которые идут к памятнику неизвестному матросу, это совсем не означает, что они работают, на Кремль на них работают, наоборот, они работают на... Подождите секундочку, я свое мнение. Я понимаю, что они будут, но формулировка абсолютно искажает суть, потому что люди горды тем, что Украина была в числе победителей, тем, что в составе СССР, что бы мы ни говорили, в составе антигитлерской коалиции, мы победили, страшный зло-нацизм, и тут... Война, тема войны, отдельная тема, но в чем она права, действительно, что нам сейчас нужно сшивать страну, и работать на... Сшивать страну, и работать на созидание, а не на разрушение, и чем больше вот этого всего происходит, тем больше... Я хочу допомнить, так, у нас есть определенные проблемы в формировании национальной идеологии, в часу спостерегается радикализация национальной идеи, и это, соответственно, влияет, таким образом, вштовхуючи. Мы сегодня должны не радикализировать уже, я думаю, в достатной степени уже есть, а закоховать. Закоховать общество нужно в национальную идею, створить такой формат национальной идеи, который будет принятен для всех и будет объединиваться. Создать такого ветровича, который бы не был тестом на терпение. Я не знаю, что нам врагов, не надо... Нам три таких ветровича, и врагов. Давайте городка, да, любопытная тема, буквально пять минут остается. В Украине на днях заявили о создании новой организации, называется национальной дружины. Действовать она будет с целью обеспечения порядка на улице, украинских городов. Как пишут сами дружинники, нас богато, мы не боимся застосовывать силу, силу с большой буквы, абы встановить на улицах украинский порядок. Украинский порядок тоже с большой буквы. вот мы видим на экране как они маршировали по Киеву на днях. Давайте обсудим, насколько создание этой дружины, которая в противовес силовикам, которые работают в поле украинского законодательства, не будет противоречить тому самому законодательству. Я вам как раз очень хорошо что вы эту тему задели. Я понимаю, что происходит и почему именно такой формат. А действительно происходит процесс национализации сведомости общества, нашей страны. Что это означает? Это означает, что когда в твоей стране сначала выбирают ядерную оружие, потом выбирают в твоей стране право Будапештский меморандум право на защиту. Ну что значит самим? Вас кто-то спитал или меня? Значит, право выбрали на защиту этих стран, на защиту нам какие-то мельские домовленості. Почему мы не встречаемся с Россией в суде? Так автоматично понимаете, где эта эмоция ця иде, когда невдоволение возраста. Украинцы, я уже на разоговорил в эфирах, еще раз повторю, украинцы это такий народ, така нация, яка, ну, очень блажливая, все, миролюбивые, хлеборобы, землеробы, все, скотарство, все, но, например, кріпаки, даже часто, закріпаченные то теми же поляками, теми же росіянами, турками, все, але в одну мить перетворюється скріпаків на козаків, і ніхто не знає, коли та мить настає. Ці процеси, що відбуваються, вони закономірні, не можна знущатися постійно над народом, словетним народом, НАТИ, яка є... Сколько законно? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, а все-таки про национальну дружину, которая марширує по улицам Киева і говорить, що те, кого не защитила поліція, защитим мы. І критерії отбора по їх, як вони будуть отбирати, кого вони будуть... Суспільство мобилизується, якщо відчуває загрозу. що це не суспільство. Якщо відчуває загрозу. Я уверена, що їх будуть использовать различные политические і НАТИ сдався збазохиститися, тому що не слишли никого в итоге. НАТИ сдався збазохиститися. Я зразу приведу пример. Германия, 30-е годи. Єврофронт, вооруженое формирование, уличные коммунисты, є социал-демократы вооруженое формирование, є нацистські штурмовики. Вони ведуть между собой борьбу на улицах в условиях распадающихся государств. Аналогія очень заметна. Я думаю, що це антиконституційний способ создання парамилитарних образований, полувоенних, які должны взяти под контроль мегаполису. Об цьому вже откровенно кажуть. Ну, хто-то ж це фінансирує, кому-то ж це выгодно. Це просто так, на добровольный... Це була попутка проверять. Как ви говорите, казаки, їх надо одеться, їх надо воружити, їх надо кормити. Їх нужно выстроити в строй і розказати, як вони должны йти по центру кива. Мотивировать. Хто-то этим должен займатися. Це фактично параллельна власть. Ми не знаємо, хто сейчас. Ми знаємо, що вступив Сашкиряк за них і сказав, що це все добре. Тобто аналогії понятні. С другой стороны, сьогодні министр Аваков сказав, що держава має право тільки на монополію. На власник. Я с этим согласен. Тому що, якщо у нас появиться 100-тысячна, там, якась одна армія, потім другая, закінчиться все. Дезінтеграція України. І, скажімо так, я думаю, що всі, хто патриот України, дожди заинтересовані бути в тому, щоб країну дійсити на шива. Тут я согласен. Тільки шива, і мало того, я хочу сказати, що фактично, це создання сили, яка буде влияти на ісход выборів і на їх потім результат, як-то протестувати при помощі. Це улична війна, яка не потрібна. Давайте подведемо итог нашої интерактиви. Усиливається ли в Україні націоналістична риторика? Наші зрители считають так. 97% телезрітей телеканала «Репортер» считають, що в Україні усиливається націоналістична риторика. Давайте кожен із вас. Плохо це или добре? По 30 секунд. По-перше, хочу уточнити націоналістична, а не нацистська. Тому що сьогодні в ефірі дуже часто підміна понять відбувається. Нацизм – це одне, націоналізм – це любов до своєї нації. Нацизм – це коли ти зневажаєш інші нації, окрім своєї. Це дві великі різниці, як кажуть у нас в Одесі. І нічого поганого тут такого немає, коли націоналістична риторика збільшується. Я считаю, що це плохо, тому що любов до своєї нації – це прежде всього зробити цю націю, зробити країну краще, чище і працювати на благо цієї країни. А ця риторика, я не бачила, ось ці бригади, я не бачу тут націоналістична. Так, що тут? В чому тут виражається польза для країни? Я думаю, що в многонарціональній країни, де є дві больші культурні обчини, основні, російськоязічні і українські, які обе считають себе українським народом, не може бути такої національної риторики, радикальні, яке це все приводить к розколу ще одніється, і не даймо, далі ще по религиозному принципу, і так далі. Це все религиозні війни. Це все надо останавливать і строять, мало того, радикальні націоналізийській риторикі, ми не потрібні ні на Западі, ні на Востокі, ми не потрібні ні на Європі. Та части російськоязічного населения, яка підтримала і держава, і держава, і Україну, і признає це все, і хоче тут зість остаться, і працювати на це благо, не отталкивайте її, а в своє ріди треба всіх інших підтягувати. Все те, що сьогодні ми проїсходимо, ви посмотріте, що буде на виборах ближайші. Спасибо, спасибо огромное за ваше мнение, вони були разними і поэтому інтересними. Приходіть в нашу студію ще, оставайтесь з репортером, ми продолжаємо. Счастливо, увидимся.